Новогодние костюмы крючком на мамочкином канале. Полтора месяца осталось до нового года. Сейчас самое время не только заняться поисками подарков, но и мамочкам заняться приготовлением новогоднего костюма для своих детей. В этом видео я хочу рассказать о тех новогодних костюмах, которые я вяжу для своих детей, для старшей дочери 5,5 лет и для младшей дочери 2,5 года. В конце видео вы увидите платьишко, которое я вяжу для младшей дочери. Сейчас я записываю мастер-класс, а сначала я расскажу о костюме для старшей дочери. На новом году мы решили быть Жасмин. Костюм Жасмин состоит из какого-нибудь простого топа и брючек, которые собраны внизу по типу бананов или шаровар. С боков на штанишках можно пустить легкую ткань и такая же легкая ткань может быть в виде рукавчиков пришита к топу. На голову нужно будет прикупить украшения в виде тиары, надеть какие-нибудь блестящие под золото украшения, также украсить топ на груди и штанишки на поясе красивым камешком и разными побрякушками. Не зная того, я еще летом связала часть этого костюма. Вот такие штанишки с ананасами мы вязали, я записывала мастер-класс, и нужно немножко только изменить эти штанишки, надвязать их снизу. Вот таким образом я штанишки с ананасами превратила в шаровары, связала всего 4 рядочка столбиками с накидом, первый выравнивающий был ряд, потом ряд с убавочками, когда я 5 и 6 столбик провязывала вместе, в следующем ряду каждый 4 и 5 провязывала вместе, в следующем каждый 3 и 4 провязывала вместе, и потом связала резиночку рельефную крючком, чередование выпуклых и вогнутых столбиков с накидом. И вот таким образом штанишки стали больше похожи на штанишки жасмин. Вот так наверху я украшаю золотистой тесьмой штанишки. Вот такую золотистую тесьму купили, пришила ее наверх по штанишкам и внизу на резиночку. Такую же тесьмочку я пришью на топ, который еще только собираюсь вязать. И, конечно, нужно прикупить какие-нибудь украшения. Мы купили в рукодельном отделе разные такие мелочи, которыми будем украшать этот костюм. Например, вот такую замечательную основу для броши мы купили и стразики, которые можно приклеить или пришить. Купили мы их в тон костюма, но чуть темнее, чтобы костюм был поярче. Также купили бусинки и сделали такие бусы. На бусах тоже подвесим, возможно, такое же украшение, как на штанишках. Или, может быть, вот это украшение я пришью к топу, который потом свяжу. А бусики будут отдельно. Вот такой интересный у нас есть браслет, который мы привезли из Египта. Он магнитный, подошел очень под цвет нашего костюма Жасмин. И вот так он закручивается. И наденем на ручку такой еще браслет. Тут можно самые разнообразные красивые украшения придумывать. Бусы, браслеты, разные побрякушки. Также я купила такую вот ткань. Это вообще что-то типа занавесок. 2,80 был метраж по высоте у этой ткани. Поэтому 50 сантиметров мне вполне было достаточно. Потратила тоже на это рублей 150. И вот такую легкую ткань я пришью, чтобы с боков штанишек она была. Вот под тесемочку с двух сторон я пришью такую легкую ткань. Также эту ткань буду использовать для легких рукавов у моего будущего топа. Пришью к верху топа и внизу рукава тоже соберу. Это может быть на резиночку или как-то иначе, чтобы они были такими длинными рукавами-фонариками. Еще мы покупаем недорогое украшение на голову в виде тиары такой. И остается связать топ. Сначала я думала связать вот такой вот топик с ананасами, с открытой спиной. У нас в садике достаточно тепло. Но в театрах, где проходят новогодние праздники, там холодновато. Поэтому от такой модели топика я отказалась. Думаю, что свяжу какой-нибудь очень простой в исполнении топ. Потому что времени остается совсем немного. Например, мастер-класс по такому топу есть на мамочкином канале. Он вяжется по диагонали. Возможно, я вот такой простой топик свяжу. Только покороче, может быть поглубже горловину. И пришью вот эти легкие прозрачные рукава. А возможно, свяжу топ такой с открытым одним плечом. По этому скосу пущу еще вот эту блестящую золотистую тесемочку. Украшу на плече, возможно, брошкой, которую я вот хотела к топу пришить. И рукавчики тоже приделаю. Возможно, с другой стороны, чтобы было удобнее носить дочки, сделаю небольшую лямочку, которой пришью второй рукав. Но с этим я еще буду думать, что сделать. Буду что-то вязать очень простое. И быстро выполняемое по времени. И будет у нас вот такой костюм Жасмин. Когда я его закончу, я, возможно, сделаю видео целого костюма на моей дочери. И покажу на канале. А для младшей дочери 2,5 года я свяжу такое легкое платье. Это будет платье или снежинки, или может быть какой-нибудь зефиринки. Вот такое простое в изготовлении тоже. Но очень, на мой взгляд, красивое платье. И пряжу я подобрала такую с блеском. И само платьишко, оно такое объемное, с красивыми такими качельками в качестве рисунка объемного. Сейчас я записываю мастер-класс. У меня сейчас могу вам показать только круглую кокетку. Остается вниз довязать само платьишко. И, в принципе, наряд моей младшей дочери будет практически готов. Останется ей прикупить какие-нибудь украшения. Напишите в комментариях, какие новогодние костюмы для своих детей придумали вы. Вяжете ли вы что-нибудь. Оставайтесь с мамочкиным каналом. Спасибо за внимание. Пока.